Алло. Алло. Да-да, в ЦИОМ, да? Добрый день, меня зовут... Да, в ЦИОМ. Вы согласны продолжить опрос? Давайте попробуем, да. Спасибо. Звонок для вас бесплатный, если вы находитесь на территории России. Скажите, пожалуйста, мы сейчас с вами говорим по стационарному или мобильному телефону? По мобильному. Пожалуйста, скажите, как я могу к вам обращаться? Меня зовут Бекир. Бекир? Б. Первая буква Б. Бекир. Бекир. Да-да, пять букв. Для контроля качества исследования будет производиться аудиозапись. Мы гарантируем полную конфиденциальность ваших ответов. По российскому законодательству номер телефона относится к персональным данным. Он нужен только для внутреннего контроля качества опроса и после его проведения сразу будет удален. Скажите, вы подтверждаете согласие на использование номера вашего телефона для контроля качества опроса? Да-да, хорошо, да. Спасибо. Перехожу к вопросам. Подчеркну, что на них нет правильных или неправильных ответов. Нам важно знать ваше личное мнение. Мы гарантируем не разглашение ваших ответов. Они будут использоваться только в обобщенном виде. Являетесь ли вы гражданином Российской Федерации, Бекер? Да. В течение последних трех месяцев вы участвовали в опросах общественного мнения? Нет. Сколько вам лет исполнилось? Мне 64. Скажите, пожалуйста, в какой области, крае или республике вы постоянно проживаете? Крым. В Крыму. Крым. Угу. Крым. Угу. Крым. Так. В каком населенном пункте вы постоянно проживаете? В Симферополе. В Симферополе. Угу. Поговорим о событиях последней недели. Последняя неделя была насыщена экономическими, политическими, спортивными и культурными новостями. А какие из них вам запомнились, огорчили вас, а может быть, обрадовали? Назовите до трех новостей. А я не слежу за новостями, ни на один вам не смогу сказать. Угу. Давайте тогда немного поговорим о работе органов власти, политических институтов и отдельных политиков. Мы понимаем, что эта тема может быть вам не очень интересна, но нам крайне важно мнение россиян по ней. В целом, деятельность президента России вы одобряете или не одобряете? Не одобряю. А в сфере внешней политики деятельность президента России одобряете или не одобряете? Не одобряю. В сфере внутренней политики деятельность президента России одобряете или не одобряете? Не одобряю. Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму России, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали? Секунду. Российская партия Свобода и Справедливости, Гражданская платформа, Партия Новые Люди, Партия Роста, ЛДПР, Либеральная демократическая партия России, Российская партия Пенсионеров за социальную справедливость, Партия Яблоко, Партия Коммунисты России, Партия Зеленая Альтернатива, Партия Родина, КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации, Партия Единая Россия, Партия Справедливая Россия, Патриоты за правду, Российская экологическая партия Зеленая. Все эти партии я презираю. Вы не стали бы участвовать в выборах? Ну, если бы нормальные партии там были, можно было бы поучаствовать. Навальный, кто-то там, Ройзман, кто-то из нормальных людей. Ну, не стали бы участвовать в выборах. Хорошо. В целом, вы одобряете или не одобряете деятельность правительства России? Или ничего не знаете о его работе? Не одобряю. В целом, вы одобряете или не одобряете деятельность Михаила Мишустина на посту председателя правительства России? Или ничего не знаете о его работе? Не одобряю. Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину? Безусловно, доверяю. Скорее доверяю. Скорее не доверяю. Безусловно, не доверяю. Безусловно, не доверяю. А Михаилу Мишустину? Безусловно, доверяю. Скорее доверяю. Скорее не доверяю. Безусловно, не доверяю. Назовите, пожалуйста, инициативы решения высказывания Владимира Путина за последние пару недель, которые вы одобряете. Вы можете дать несколько ответов. Такого высказывания нету, который я одобряю у Владимира Путина. А какие инициативы решения высказывания Владимира Путина за последнюю пару недель вы не одобряете? Вы можете дать несколько ответов. Я не слежу за его выступлениями, потому что я не верю ни одному его слову. Хорошо. Сменим тему. Как вы думаете, насколько вероятно сейчас в вашем городе, сельском районе, массовые акции протеста против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту своих прав и свобод, вполне возможны или маловероятны? Маловероятны. А если такого рода массовые выступления протеста состоятся, вы лично примете в них участие или нет? Да, приму. Сменим тему. Скажите, в целом вы одобряете или не одобряете деятельность Партии «Единая Россия»? Не одобряю. Скажите, пожалуйста, в целом вы одобряете или не одобряете деятельность Партии «Единая Россия»? Не одобряю. Как вы считаете, в чьих интересах действует президент Владимир Путин? В интересах всего общества в целом? В интересах большинства? В интересах меньшинства? Или в интересах небольшой группы лиц? Как вы считаете? Я просто не медик. Если я был бы психиатром, я бы более точный ответ дал бы. А так мне очень трудно. Мне кажется, там врачам надо. Нет, это в этом. Как вы считаете, в чьих интересах действует президент Владимир Путин? В чьих интересах может действовать сумасшедший? В чьих интересах? Как я могу угадать? Затрудняемся. Ясно. В чьих интересах действует председатель правительства Михаил Мишустин? В интересах всего общества в целом? В интересах большинства, меньшинства или небольшой группы лиц? Ну, я не знаю, большая считается группа лиц или небольшая. Он действует в интересах Путина. Что Путин скажет, он то и делает. То бишь, в интересах небольшой группы лиц? Ну, не знаю, одного человека. Он действует в интересах одного человека. А в чьих интересах действует Государственная Дума России? То же самое, да. В интересах всего общества? Точно такое же. То же самое. То же самое, да. Ведь партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия». А правительство России? В интересах одного человека, да, да. Все они действуют в интересах одного человека. Поговорим о проблемах страны. Какие проблемы Вы считаете наиболее важными для страны в целом? Вы можете назвать до пяти проблем? Не, не хочу назвать эти проблемы. Не буду называть. Да, меня просто расперстает потом. Поговорим о другом. После введения санкций правительство предприняло ряд мер по стабилизации экономической ситуации в стране. Снижению негативных последствий от санкций. Как Вы считаете, реализация этих мер позволит или не позволит снизить негативные последствия от санкций? Я не знаю. Я как бы это неинтересно. Не знаете? Да. Одни считают, что санкции введены в ответ на военную операцию. Другие считают, что ущерб экономике России так хотели нанести. А спецоперация стала лишь поводом для санкций. С каким мнением Вы в большей степени согласны? С первым – санкции введены в ответ на военную операцию. Или со вторым – ущерб экономике России так хотели нанести. А спецоперация стала лишь поводом для санкций. Не знаю я. На этот вопрос ответ я не знаю. Сменим тему. В целом Вы доверяете или не доверяете российской армии? Не доверяю. Сейчас я зачитаю Вам несколько эмоций. Скажите, пожалуйста, какие из них Вы прежде всего испытываете в связи с решением провести спецоперацию России на Украине? Вы можете дать несколько ответов. Разочарование, радость, возмущение, недовольство, уважение, гордость, доверие, тревогу, страх, безразличие, стыд, надежду, раздражение. Другое. Что именно? Я с презрением отношусь к этому решению. Очень с большим презрением. Как Вы это выберете? Если у Вас какое-то есть такое слово, то это невозможно измерить объем моего презрения. Хорошо. Какие события последних дней, связанные с военной операцией, привлекли Ваше внимание? Вам запомнились? Назовите до трех событий. То, что Киев взяли за три дня, мне больше всего понравилось. Штуки взяли за три дня, да? Да, мне больше всего понравилось, да. Скажите, пожалуйста, решение провести спецоперацию России на Украине Вы поддерживаете или не поддерживаете? Не поддерживаю. На Ваш взгляд, какую цель в первую очередь преследует Россия при проведении спецоперации на Украине? Изменить политический курс Украины, очистить ее от нацистов? Окупировать Украину и присоединить ее к России? Защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории? Защитить население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей? Или другое что-то? Другое что-то. Что конкретно? Я не знаю. Если придурки какие-то приняли такое решение, я как на них могу сказать? Я очень затрудняюсь. А как Вы в целом относитесь к спецоперации на Украине? Скорее отрицательно, скорее безразлично или скорее положительно? Скорее отрицательно. По Вашему мнению, военная операция для российских войск проходит скорее успешно или скорее неуспешно? Скорее успешно. Все по плану же идет, как же неуспешно. Сейчас я сочетаю варианты ответов. Как Вам кажется, чего больше всего не хватает российской армии для победы в спецоперации? Навыков умения вести боевые действия в современных условиях, поддержки обычных россиян, морального духа, уверенности в победе, хороших грамотных командиров, продовольствия и обмундирования, специального военно-технического оборудования, тепловизоры, бронежилеты, каски, военнослужащих для участия в боевых действиях, современного оружия, боевой техники, боевые припасы. Другое что-то именно? Да, другое что-то. Стиральных машинок им не хватает. Стиральных машинок? Да. Ну, они их берут там, где найдут. Поэтому я думаю, что им не хватает стиральных машинок. А как вы считаете, как долго будет длиться военная операция России на Украине? Еще несколько дней, еще несколько недель, еще несколько месяцев? Или дольше, чем несколько месяцев? Не, несколько дней. Несколько дней. Какие отзывы, суждения о военной операции на Украине вы слышали от окружающих людей за последнее время? В поддержку или против операции? Только в поддержку военной операции? Чаще в поддержку, чем против операции? В равной степени в поддержку и против военной операции? Чаще против операции, чем в поддержку, только против военной операции? Не слышал ни в поддержку, ни против операции. Да, я не слышал. Не слышал, да. А какие отзывы, суждения о военной операции России на Украине вы читали, слышали, видели в средствах массовой информации, газетах, теле- и радиопередачах в последнее время в поддержку или против операции? Не слышал я. Не слышал. Не слышал. А какие отзывы, суждения о военной операции России на Украине вы читали, видели в интернете, в социальных сетях, в поддержку или против операции? Не слышал. Не слышали. Исходя из того, что вы знаете, слышали, скажите, Россия в ходе военной операции, жертв среди мирного населения скорее удается или скорее не удается избежать? Там же ни одного человека вообще не погибло. Скорее удается или скорее не удается? Ну, я, насколько знаю, там вообще ни одного человека не погибло. Ни российских военнослужащих, ни мирных жителей. Там только украинские военные погибают иногда и все. Исходя из того, что вы знаете, слышали, скажите, Россия в ходе военной операции, разрушение больниц, детских садов, школ и тому подобного, скорее удается или скорее не удается избежать? А вас как зовут? Елена. Елена. Ну, вот смотрите, у вас есть миллион законов, блядь, чтобы расстрелять людей, посадить за неправильное СВО. Вы сколько человек посадили уже за то, что они сказали, что в Мариуполе больницу разбомбили? А сейчас вы мне такой вопрос задаете. Это, ну, серьезно это или не серьезно? Какие есть вопросы в Мариуполе? Такие я зачитываю. Ну, все равно, чуть-чуть мозги надо включить. Вы посадили сколько человек за то, что они сказали, что где-то там бомбанули больницу или убили мирного жителя? И как в фейхе. Никого не посадили. Никого не посадили? А Илья Яшин за что судит? Видимо, за что-то другое. Илья Яшин за что судит? А? Вы видели или не видели материалы, сообщения, которые показывают роли России, российской армии, события, происходящих на Украине в негативном ключе? Давайте, я долго терпел, когда вы говорите о Украине. Если вы будете говорить о Украине, давайте продолжим разговор. Если не можете так говорить, давайте закроем эту тему, куда хотите, меня сдавайте, мне пофигу. Почему вы считаете, что мы кого-то куда-то сдаем? Я не считаю, я говорю, если хотите, да. Вы ведете опрос, очень глупый опрос вы ведете, потому что у вас есть законы, и вы сажаете людей за фейки, а тут задаете вопросы, для того, чтобы люди испугаются, скажут вам то, что надо вам, а вы потом сделаете красивый отчет, и как все это поддерживают, вот этот позор, который вы устроили. Просто придет время, вам стыдно будет то, что вы сейчас делаете, убиваете очень много ни в чем не повинных людей. Россию ввели в такой этот, я не знаю, куда вы ее ввели, вот, меня это очень мало интересует Россия. Давайте закончим на этом опрос наш и все. Мне противно просто с вами разговаривать. Извините, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok